Слева очевидный обвал, справа уголок очевидно прямоугольный, опять же с хвостиком. Верхний левый, посмотрите, трудно сказать он овальный или прямоугольный, такой большой-большой хвостик выдвинутый вверх. Справа то же самое, мы буквально видим некую бабочку, что говорит о бесконечном творческом начале личности человека, который как бы изобразил. Все видят это, надо вот так сказать. Да, то есть какие-то разные типы линии использованы, и прямые, и закругленные. Да, да, да. Но острых углов нет? Они есть, но их безусловно мало. Есть, да, но их... Как мы говорим, незначительные степи. Незначительные количества, да, незначительные. Так, чем еще эти рисунки по контуру отличаются? Дополняем из аудитории. Да, дополняем. Можете хором говорить. Всем видны. Может, есть больше крупных ячеек, чем... Совершенно верно. Но это же очевидно. Это очевидно. А сколько раз, давайте спросим у автора, сколько раз дорисовывал? Технологии же позволяются дорисовывать? Но я ни разу не дорисовывала. Ни разу не дорисовывала. То есть не пришло, так скажем, в тот момент необходимость дорисовать. Уж как получилось. Что мы говорим о авторе рисунка, когда видим очень крупные ячейки? Большая широкая, раскрытая, открытая душа, да, доброжелательный человек. Готов помогать. Да, готов помогать всем подряд, кому нужно, кому не нужно. И даже, скажем так, вопреки целесообразности, вот времени уже нет, а все равно готов помогать. Да, скажите, как можно было бы эту ситуацию исправить в части коррекционных рисунков? Мы не можем отключить? Конечно, конечно, конечно. Ну, можно посоветовать человеку в следующем рисунке измельчить, как бы, в этой ячейке. Да, да, да. Сделать более мелкими. Совершенно верно. Ведь у нас их целый 21. Можно себе представить, если в течение 21 рисунка, а это, как я часто с юмором добавляю, в течение всех, там, с небольшим 20 лет одно и то же. Если вот мы видим такую картину, при всем при том, 2 трети А4 соблюдено, да, здесь, если мы видим такую картину, мы неизбежно понимаем, да, 2 трети это соблюдено, рисунок не выходит за рамки 2 трети А4. Стало быть, здесь-то человек держит, значит, ситуацию в рамках, и тем не менее иногда зашкаливает, да, когда человеку очень нужно помочь, да, да, возможно, я тебе помогу, но времени хватает, и это помогу. Долго-долго может длиться во времени. Но, если в течение 21 рисунка мы следуем правилам 1 треть, 1 треть, 1 треть, средние, мелкие и крупные, что происходит с авторами этих работ практически со всеми, мы можем научиться говорить «нет». Прости, солнышко, я очень рад, что ты мне так доверяешь, сейчас я очень занят, затем, чуть позже, когда у меня будет время, вполне возможно, я обязательно твою просьбу выполню. И мы «нет» не сказали, да, хотя здесь оно очевидно прозвучало, и тем не менее не стали давать пустых обещаний. Потому что крупные ячейки, дорогие мои, это прежде всего, это всегда обязательно соучастие в любом человеке, да, и невозможность говорить «нет». Ну, хочу обратить ваше внимание, мы не можем утверждать это с первого рисунка. Почему? Потому что если автор принесет свой второй рисунок, да, автор сейчас принесет свой второй рисунок, давайте посмотрим, насколько эта дальность, а сейчас мы говорим о особенностях контура, как особенностях контура, как особенностях контура. А, да, все понятно, с автором все понятно. Да, мы подтвердили первые выводы, так или иначе. Ачейки сохраняются, такие-то прям сильно большие. Да, да, крупные ячейки все-таки доминируют, размеры крупных ячеек, да, доминируют, и мы в своей мысли все-таки утверждаемся, да. Здесь все-таки доброжелательный человек, открытая душа, желание помочь любому, который обратился, нужно это делать, не нужно, даже не рассматривается. И так много накапливается этих просьб, что деваться от них не нужно. Вот. Ну и подчеркиваю, иногда это качество соучастия, оно передано по наследству, и ничего с собой поделать невозможно. И до 90 лет всем подряд помогаем, сами растворяемся в необходимости, помогая другим. И вдруг соприкоснулись с этой технологией, 21, или теперь уже 20, или 19 последующих ресурсов, соблюдая правила 3.3.3, человек абсолютно выстраивается, когда он может спокойно сказать «нет, сейчас я не могу». Друзья мои, когда мы очевидно начинаем замечать вот эту систему крупных лечеев, да, здесь можно сказать, это практически наследственное свойство. И в этом случае человеку чрезвычайно сложно отказать. То есть проще себя еще в чем-то ограничить, нежели отказывать другому. Ну, смотрите, как приятно это слышать на восьмом рисунке. Уже сначала соображаю, Юлечка. Вот он, восьмой рисунок. Как приятно. Это элементы или это символы? Элементы. Три сантиметра тут есть, ну-ка смотрите внимательно. Сразу придираться к контуру начали. Конкретно контура. Обратите внимание. Вот эти два рисунка, крупные, не может человек измельчить. Но именно благодаря тому, что вынужден мелкие элементы воспроизводить как мелкие ячейки, и уже целесообразность начала работать. Смотрите. Да, мы не можем никак в пересечениях пока достигнуть мелких. Но это исправимо на восьмом рисунке. В принципе, это исправимо. И тем не менее, вынужденность рисовать мелкие элементы неизбежна. Даже если я уже в этом себе не отдаю отчета. Приводит к тому, что мы выстраиваемся. И это прекрасный показатель. И автор рисунка, автор рисунка в принципе это отметил. При всем при том, давайте по контуру сравним. Здесь уже, слава Богу, можно сказать, меньше разных хвостиков. Здесь уже нет таких... Хвостиков наоборот больше. Я имею в виду вот во втором. Здесь-то да, за счет элементов хвостиков несколько больше. Но обратите внимание, если мы все-таки вернемся к первому и к тому, к второму рисунку. Уже нет таких остро прочерченных линий. Резко прочерченных не остров, а резко прочерченных. Уже все гораздо плавнее. И насколько плавно вынужден рисовать автор, выполнять задачу рисунка автор. Поскольку здесь хочешь ты этого или не хочешь. Плавность мы неизбежно будем соблюдать. Уж очень элементы к этому принуждают. Принуждение к плавности. Закрыл глаза. Все равно ничего не видишь. Но понимая, что ты обязан рисовать петельки, ты неизбежно будешь... Еще бы. Еще бы. Ну-ка посмотрите. Это левая рука. Какое ангельское терпение понадобилось, чтобы вот эту мелкоту раскрасить. Да? В сравнении с этим. Вот мы уже достигли необходимости много-много мелких. И Каня... Мне очень понравилось. Мне очень понравилось левой рукой. Это было что-то невероятное вообще. Слышно всем. Левой рукой. Этот рисунок выполнен контур. Левой рукой. И раскрашен. И раскрашен левой рукой. В течение какого времени? В течение какого времени? Лука вас спрашивает. Если честно, я не засекала, думаю, не больше недели. Ну, завершая прошлый курс, мы с вами говорили о том, что если уже совершенно не позволяют условия, значит, выполнять работу так, как требует технология, уже выполняйте. Ну, главное выполнять. Перерывов-то не было? Нет, перерывов не было, но очень по чуть-чуть, но постоянно. Ну, понятно. Я имею в виду между днями. Нет. Между днями. Это было подряд, подряд. Подержи сюда, Таня. Чуть-чуть на меня подержи. Ночью в промежутках где-то... Слышно, да? Ночью в промежутках. Очень хотелось. Я после этого рисунка, когда начала опять правой рукой, мне что-то так неинтересно стало. Я так хотела еще левой раскрашивать, но я не была уверена, что можно, и решила все-таки соответствовать правилам. Ну, правой так правой, ладно. Потом спрошу, думаю, а можно еще левой больше, чем три рисунка нарисовать? Может. Мне было очень хотелось прямо вот еще левой порисовать. Ну, подчеркну, безусловно, это отнимает больше времени. Ну, это очень продуктивно. Но на самом деле я сегодня буквально заметила, что я начала левой рукой работать. Ну, не работать, а вообще оперировать как бы так же, как правой. То есть я услышала сдачу левой рукой спокойно там что-то. Сейчас стояла, варила, это самое. Другой бы раз так вот протянулась за солонкой, да, так переложила в левую руку и посолила бы. А тут я стою, мешаю, спокойно раз взяла, посолила бы. Потом я прям заметила это, что левой рукой как-то я с это более свободно начала делать. И у меня на седьмом рисунке очень, такие изменения в работе вообще получились очень интересные. Очень приятно тебя слышать. То есть моторная возможность, да, тонкомоторная возможность по спектру расширяется настолько, а это за собой влечет просто в обязательном порядке. Это физиологическая такая вот закономерность, когда и когнитивные функции, то есть мы и думать, и соображать, и запоминать, насколько это замерно, намного лучше умеем, нежели того, как. А вот эти особенности, насколько вот. Сообразительность, да, если об этом говорить. Ну и так далее. Очень приятные, интересные, такие, увлекательные примеры. Да, к сожалению, по времени не совсем успеваем, но то, что ежедневно это делаем, понимаете, вот в этом принцип. Если он соблюдается, не пропуская, да, более чем сутки, вот это безусловно будет давать результаты. Даже если мы в день уделяем не столько времени, сколько нам требуется по технологии. Раскрашиваем, раскрашиваем, раскрашиваем. То есть допускается один рисунок рисовать несколько дней? Вы знаете, мы об этом говорили сутки, в крайнем случае один рисунок. Ну, сутки с половиной, но самое большое двое суток. Ну, здесь по всей вероятности неделя, потому что это все-таки первая левая рука. И если мы будем соответствовать правилам три рисунка, то уже к завершению 21-го мы будем обеими руками одновременно раскрашивать свой рисунок. Это ускоряет процесс. Конечно, пробуйте. Это очень вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!